МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня среда, 6 марта. В эфире на Уральской обещательной компании информационная программа «Объектив» в студии Мария Антонова. Я и мои коллеги познакомим вас с последними городскими событиями. Коротко о главном. Телемедицина на селе и лидеры России. Финал конкурса, инициированного президентом России, вышел Виталий Плаксин с социальным проектом, реализуемым в Новоуральском городском округе. Никогда такого не было, и вот опять. Жители Новоуральска жалуются на некачественную уборку города от снега, особенно дворовых территорий. Безграничные таланты новоуральских школьников. В городе состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса «Т-Арт Олимп Росатома». Привет, Новоуральск! Горожане разных профессий поздравляют родной Атомград с юбилеями 65-70. В финале конкурса управленцев, лидеры России, Свердловскую область представят 13 человек. Это практически вдвое больше, чем в прошлом году. Напомним, идея проведения конкурса принадлежит президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Организатором выступила комиссия по вопросам государственной службы и резерву управленческих кадров. Среди уральских финалистов Виталий Плаксин. О его социальном проекте новоуральская вещательная компания рассказала в своем эфире 12 февраля этого года в выпуске новостей. Участник конкурса объехал всю Свердловскую область с активистами Ассоциации внедорожного спорта и отметил, что в деревнях на селе медицинская помощь часто труднодоступна. А до близ лежащего города доехать быстро не всегда возможно. Именно поэтому у Виталия Плаксина и его команды родилась идея внедрить телемедицину на селе. Реализовать проект было решено в деревне Починок Новоуральского округа с населением около тысячи человек. Мы выбрали проект телемедицина в сельской местности для того, чтобы реализовать его в короткие сроки. Данный проект позволит решить вопрос получения консультации узкими специалистами в сельской местности. Отрадно, что глава Новоуральского городского округа горячо поддержал этот проект и с активностью стал помогать и административно, и информационно. Идея была поддержана Александром Барановым и начальником Центральной медико-санитарной части номер 31 Андреем Морозовым. В течение января-февраля этого года было закуплено и установлено сертифицированное криптологическое оборудование, получены все необходимые разрешения и обучен персонал. Связь с пациентами осуществляется через специальный зашифрованный канал. В первый же день тестирования оборудования на сеанс телеконсультации обратились две жительницы деревни Починок, с которыми провел прием врач-эндокринолог Новоуральской поликлиники номер 3. Пациенткам было скорректировано лечение, добавлены обследования, ими были получены необходимые рекомендации. Пожелаем участнику всероссийского конкурса Виталию Плаксину, реализующему актуальный социальный проект в Новоуральском городском округе, успеха в финале конкурса. Наступила календарная весна, но снега на Урале меньше не становится. И все больше нареканий поступает от жителей Новоуральска по качеству уборки городских магистралей и придомовых территорий. За качественной очисткой города от снега следят в администрации округа и в прокуратуре. Накануне представители надзорного ведомства объехали Новоуральск и посмотрели, где снег не убирается. Подробности у Никиты Евсеева. Как пояснили в прокуратуре, в последнее время участились жалобы горожан на некачественную уборку новоуральских дворов. Что действительно происходит на придомовых территориях, работники надзорного ведомства увидели собственными глазами. Это заезд к домам номер 8 и номер 10 по улице Мичурина. Основная дорога от снега очищена. Но вот наличие снежной каши у подъездов, как заявил представитель прокуратуры, недопустимо. Такая же ситуация наблюдается во многих дворах Новоуральска, в том числе и в Южном районе. Чтобы чистили, я вообще не помню когда. То есть вот сейчас видите, что творится, и вот это неизвестно, как долго будет происходить. Такая штука бывает, очень тяжело вот эти дни. Я с коляской гуляю, вон у меня лялька в машине, тоже тяжело не пройти. Особенно вот здесь негде пройти тоже. Приходится на дорогу выходить, чтобы пройти, а машина туда-сюда ездит. Что называется не пройти и не проехать по улице Фурманово, для мамочек с колясками прогулка с детьми превращается в серьезную дистанцию с барьерами. Не очень так-то относится. Для колясок. Ну, когда день набирает, нормально, когда нет. Когда-то бывает, прям едешь, хорошо, с коляской, а когда-то ты все сугробы собираешь. Да, пробуриваемся с колясками. Нелегко приходится и старшему поколению. Представитель прокуратуры пообщался с жильцами домов по улице Победы. Старший по дому говорит о том, что снег не убирается и не вывозится, не только в регулярном режиме, но и в позвонковом. Три же я заказывал, чтобы прочистили. Нету, нету их и все. Настолько плохо от аккуратности годится. Всю зиму поначалу не было снега, не чистили. А сейчас снег пошел. Ходить-то пешком-то не можем. По выявленным фактам некачественной уборки придомовых территорий будут приняты меры прокурорского реагирования. Законодательство предусматривает уборку территории, что называется, подскребок. Наличие снежной каши недопустимо. Штраф от 50 до 150 тысяч на должностное лицо и на юридическое лицо от 250 до 300 тысяч рублей. По запрошлому году мы проводили проверку. Тогда был более щадящий режим, то есть 7.22 статья. Там были привлечены к административной ответственности должностные лица. Тогда это было от 2 до 5 тысяч рублей и на юридических лиц до 40 тысяч. Сейчас эти штрафы значительно увеличены. Соответственно, требования к управляющей компании возросли. Качество уборки дорог и не только на придомовой территории обсуждали в рамках заседания штаба по уборке города. С начала года с улиц на Уральска было убрано свыше 24 тысяч кубометров снега. Было использовано почти 3 тысячи кубометров посыпочного материала. Внимание уделили и уборке снега в сельских населенных пунктах. Есть сейчас некоторые трудности с очисткой сельских населенных пунктов, по крайней мере. Это же отражается и на городе. Но в общем техника на сельские выделяется, деревни чистятся. В первую очередь, да, по тем приоритетам, которые Светлана Викторовна Дыкова нам пишет в письмах, в докладных. Дорожно-коммунальная служба объясняет не всегда качественную уборку города, дорог и тротуаров, в том числе и отсутствием специалистов. Нехватка в водителях 1 человек, в трактористах 3 человека, в дворниках 11 человек. То есть общая нехватка из ключевых таких профессий 15 человек. В администрации города работает горячая линия, куда горожане могут позвонить и пожаловаться на некачественную уборку города. Телефон вы видите на своих экранах. В целом и надзорные органы, и представители власти продолжат следить за уборкой снега с улиц города. Никита Евсеев, Геннадий Дунгузов, Иван Вахмяков. Новоуральская вещательная компания. К другим темам. Блистательные юные актеры и жаркие споры жюри. Таким запомнился муниципальный этап Всероссийского конкурса театрального искусства в Новоуральске. 2 и 4 марта в городе состоялся Те-Арт Олимп Росатома. Кто принял участие во Всероссийском мероприятии для талантливых детей проекта Школы Росатома. А главное, кто стал победителем, расскажет Наталья Рау. На сцене Дома культуры ОХК дети, юные артисты, участники муниципального этапа Всероссийского конкурса Те-Арт Олимп Росатома. Это одно из мероприятий для талантливых детей Всероссийского проекта Школа Росатома. Играют школьная лига, учащиеся разных школ города, причем некоторые впервые на сцене. Тема для всех участников театрального фестиваля одна – капитаны. Поэтому и спектакли были на морскую тематику. От комедии до трагедии сценарии у творческих коллективов тоже были разные. Одни ставили спектакли по рассказам известных писателей, другие брали за основу реальные события. Курск стучит в моем сердце. У некоторых ребят одни таланты мы видим, у некоторых совершенно что-то другое. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то может юморить, кто-то наоборот в травму так ударяется. Но очень сложная работа на самом деле. И в принципе все спектакли были достойны. В субботний день играла школьная лига, а в понедельник на сцену ДК УХК вышла детская профессиональная лига Те-Арт Олимпа. Для этих ребят выступление перед зрителями – привычное дело. Хотя тоже волнительно. Ведь перед строгим и профессиональным жюри нужно раскрыть грани своего таланта, творческого потенциала. В детской профессиональной лиге в актерском мастерстве состязались три коллектива – Центра внешкольной работы, ДК УХК и Детской школы искусств. Вот это последнее мгновение, когда голосуем за первое место, и когда кто-то получил, а кто-то надеялся, и сейчас и слезы, и радость, и все там. Но главное, что мне нравится, что дети посвящают себя искусству. Понимаете, это такое возвышенное состояние души. Постановки очень сильные, отметили члены жюри. Обсуждения были жаркими, пришлось даже голосовать. Итоги конкурса школьники ждали с нетерпением. Одни взрывались криками от вовторга, радуясь за своих сверстников-победителей. Но были и слезы. Это конкурс. Причем жюри, помимо призовых мест, определило несколько номинаций, ведь играли дети бесподобно. Настолько искренне и по-человечески героям сопереживал весь зал. В индивидуальной номинации были отмечены школьники. Лучшая рассказчица Виктория Воробьева из школы 49, лучшая женская роль у Екатерины Тагановой. Школа 54, лучшая мужская Данил Евсеев, 45-я школа. Лучший капитан в лице 58 Влад Зайцев. За искренность награжден Данил Рябин, 57-я школа. За честность Алексей Жеребцов, 48-я. Лучшая женская роль второго плана, учащийся 54-й школы Офелии Ворониной и Алены Кобяковой. Мастер перевоплощения Дмитрий Тархов, 54-я. А победителями стали в школьной лиге «Городская гимназия» в детской профессиональной коллектив «Калибри ДКУГК». Театральный фестиваль «Теорталим Прусатома» проводится в Новоуральске третий год. Но каждый раз зрители открывают для себя безграничные таланты юных актеров. Насладиться творчеством победителей вновь можно будет на финале, который состоится в Новоуральске 10 апреля. Наталья Рау, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Сотни детских воспоминаний в одной комнате. В здании профсоюзной организации неработающих пенсионеров Уральского электрохимического комбината торжественно открылась выставка «Мы вместе». На мероприятии собрались те, чья судьба тесно связана с детскими садами, учреждениями первого звена в системе образования Новоуральска. Подробности в сюжете Ульяны Скрыгиной. «70 лет мы вместе» – выставка по таким названиям объединила педагогов, воспитателей и руководителей дошкольного отдела ОХК. Первый детский сад комбинированного вида появился в 1948 году. С тех пор прошел 71 год. В прошлом году сотрудники дошкольного образования отмечали юбилей. В этом году тематическая выставка открыла ряд мероприятий, которые проводит профсоюзная организация неработающих пенсионеров ОХК к 70-летию Уральского электрохимического комбината. На выставке собраны информационные стенды, альбомы об истории детских садов и о людях, которые внесли свой вклад в развитие сферы дошкольного образования Новоуральска. «Вам всем здоровья, силы духа, оптимизма, позитива в жизни. И приходите всегда на наши мероприятия, приходите на все праздники. Мы очень рады вас видеть и очень благодарны за то, что мы стали такими». Одна из частей выставки носит название «Маленькие шаги по большой дороге». На витринах собраны детские игрушки, одежда и иллюстрированные книги. Эти вещи напоминают истории из жизни уже повзрослевших детей. И счастливые моменты детства. Другая часть выставки состоит из рисунков современных дошколят. На них они изобразили своих любимых воспитателей и всех, кто заботится о том, чтобы ребята комфортно чувствовали себя в детском саду. Выставка пропитана добром и светом, ведь она хранит тёплые воспоминания, собранные по крупицам за 70 лет. Ульяна Скрыгина, Александр Илюха, Новоуральская вещательная компания. Об искусстве. Невьянский историко-архитектурный музей вновь в Новоуральске. В наш город приехали уникальные экспонаты. Женская одежда 18 века. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Такая выставка из Невьянского музея приехала в Новоуральск. Как выглядели женщины в 18 и 19 веках? Какие платья были в моде? Чем они покрывали голову и как украшали свои наряды? В преддверии женского весеннего праздника такая тема весьма актуальна. Всё началось с сарафанов, которые также были подвержены различным модным тенденциям. Сарафаны были как косоклинные, так и прямого покроя. Позже одежда женщины 19 века шилась, может быть, более модных покроев. И основные виды это были парочка и визитное платье. Невьянский музей – давний друг Новоуральского. Экспозиции из Невьянска часто приезжают в наш город. Новоуральский музей – замечательный музей, шикарная экспозиция, где затронуты все стороны жизни и природы Невьянского, Новоуральского и Уральского края. То есть мы здесь видим с вами и птичек, и животных, и история Демидовская. Потому что всё равно именно с тех времён началось освоение земель. Сначала после Ермака Тимофеевича, потом благодаря Демидовым и благодаря Яковлевым здесь развилась горнозаводская цивилизация. До 13 апреля всежелающие могут посетить выставку из Невьянска «Во всех ты душенька нарядах хороша» в Новоуральском историко-краеведческом музее. Альвина Бабкова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. К спортивной тематике. Сегодня новоуральская шорт-трекистка Евгения Захарова выступала на универсиаде в Красноярске в заезде на полторы тысячи метров, защищая цвета российской сборной. Евгения – гордость новоуральска страны и, конечно, пример для других горожан. Особенно самых маленьких, которые делают только первые шаги к вершинам Олимпа. Мама, папа, я – спортивная семья. На днях некоторые новоуральские родители вместе с детьми приняли участие в городских соревнованиях под таким названием. Возможно, среди них есть и будущие лидеры российских сборных команд. Подробности далее. Сначала небольшая разминка для всех участников и взрослых, и детей, а затем непосредственно состязание. На старт вышли восемь новоуральских семей, чьи дети занимаются в разных школах города. Традиционные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» проходили на базе школы номер 40. Такие мероприятия проводятся для семейного досуга. Что пожелаете участникам? Позитивного настроения, здоровья и успехов. Первый конкурс был очень прост. И все получилось. Движемся вперед. Впереди еще восемь конкурсов. Я захотела принять участие, чтобы побегать, повеселиться и получить какие-нибудь, может быть, награды. Спортом нужно заниматься для того, чтобы, во-первых, вести здоровый образ жизни. Это очень полезно для организма и для хорошего настроения. От участников требовалась ловкость, четкость и быстрота выполнения заданий. К примеру, с воздушным шариком. Вроде бы, что может быть легче и проще, чем довести шарик до цели и привязать к обручу. Но быстро выполнить это задание удавалось не всем. Безусловно, старались быть успешными все участники состязания. Ведь стремление к хорошему результату и воля к победе – главной составляющей спортивных мероприятий. Ну, состязание хорошее. У мужа-то работа на ногах, у меня сидячая, например. Поэтому лишний раз растрястись, так сказать, подвигаться. Ну, и просто интересно поучаствовать в каком-то массовом мероприятии. Чего сидеть дома-то? Мне потому что очень нравится бег. Я люблю бегать. Я дома бегаю, на улице бегаю. Спортом занимаешься? Да. А для чего это нужно? Чтобы быть здоровым и сильным. Это здорово – поучаствовать в таком замечательном соревновании, провести досуг так активно очень. Ну, мы считаем, что самое главное, что мы вместе, мы позитивные. И мы – что? Сила? Да. Мне очень понравилось, когда мы прыгали. Спортом занимаешься? Да. Каким? Акробатикой и танцем. Я пожелаю всем хорошего просто настроения, чтобы все были счастливы, всем удачи. Спортивных этапов в субботний день было много. Во время соревнований то одна семья лидировала, то другая. И все же по итогам всего спортивного праздника первой стала 54-я школа – семья Куимовых. Второе место – УЦВР – семья Пономаревых. А третье место по итогам жюри заняла гимназия номер 41 – семья Шалагиновых. Как отметили гости и участники спортивного фестиваля, самое главное – не столько победа, сколько совместное участие и большой заряд позитивного настроения для всей семьи. Наталья Рау, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Привет, Новоуральск! Мы продолжаем проект, в котором люди разных профессий – водители, строители, учителя, повара, медики, полицейские, работники сферы культуры и ЖКХ и атомной отрасли – поздравляют город и комбинат с юбилеями 65-70. Привет, Новоуральск! Меня зовут Лапина Татьяна. Я работаю в музейно-выставочном центре экскурсовода. На сегодняшний день музейно-выставочный центр – это центр притяжения культурной деятельности горожан. Я желаю нашему городу культурного процветания, творческой молодежи, теплой весны и, конечно же, грандиозных проектов. Наш выпуск подошел к концу. Завтра в четверг в 19.30 смотрите программу «Депутатский взгляд». Расскажем об актуальных для опруга вопросах, стоящих на контроле у народных избранников. Далее эфир продолжит новости «Объектив». Не пропустите. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова